Интерфейс общей возможности системы. Напишите, пожалуйста, в чате, кто сталкивался вообще с документооборотом третьим, кто работал. Пока отвечаете, сейчас выведу, ага, вижу, что видели программу, видели интерфейс. Сейчас выведу буквально два слова о том, что документооборот у нас немного иная система, не такая, как скучная бухгалтерия, управление, торговля, что-то такое, к чему мы совсем привыкли. Это такой визуал, это наш рабочий стол, рабочий кабинет, как я его называю. Я, честно говоря, сразу влюбилась в эту систему, как только ее увидела, потому что она для меня такая визуальная, красивая. Я вообще визуально очень воспринимаю информацию. Как только заходим на начальную страницу, нам не нужно никуда лезть внутрь. По пунктам меню мы все необходимое можем настроить прямо на рабочем столе. То есть мы видим крупные, мимо которых пройти мы не можем виджеты. Сейчас на текущий момент у нас рабочий стол руководителя. То есть мы видим задачи мне, задачи моих подчиненных, видим, что просрочено, можем сразу провалиться туда. Также мы видим реестры. Это та информация, которая у нас выведена на рабочий стол прямо из пунктов меню. То есть то, с чем мы работаем, мы можем вывести прямо на рабочий стол и видеть здесь в автоматическом режиме. У нас приходит обновление. То есть если у нас поступили новые задачи, если у нас пришла новая почта и мы работаем с почтой, то нам сюда все это придет и мы это увидим. Это как бы общее вступительное слово. О документ обороте 3.0 глубоко я вдаваться в подробности не буду. Что же касается у нас именно настройки прав доступа. Настройка прав доступа, она на самом деле решает 2 больших задачи, важные для организации, для каждой организации. Первая задача это, конечно же, сохранность информации. То есть все документы в организации, они могут в той или иной мере содержать коммерческую какую-то тайную информацию. Могут содержать важные данные в своих реквизитах. И не все сотрудники сразу поголовно могут иметь доступ к этой информации. Поэтому первое это сохранность информации в нашей системе. И разграничение доступа к этой информации. Вторая очень важная задача, на которую меньше внимания обращают обычно, это разграничение потоков информации. То есть как обычно бывает, это как бардак на рабочем столе. Когда мы приходим в офис, за свой рабочий стол садимся, а у нас просто там все в одной куче. Документы наших коллег валяются стопками, и мы не понимаем, куда посмотреть. Начинаем это все перебирать, начинаем искать нужные документы, тратим на это пол рабочего дня. Вот для того, чтобы на вашем рабочем столе в вашем документообороте такого не было, необходимо правильно разграничить потоки информации. Это не менее важная задача, но как по мне, чем оградить от распространения важную информацию. Поэтому это вот две основные задачи, которые решаются при настройке прав. Когда нам нужно принимать решение, как обычно говорят, давайте мы сначала необходимое настроим, там начнем работать, и потом уже будем там все остальное второстепенное настраивать, поймем, кому какие документы нужны, какая у нас будет концепция настройки ролевой модели, и это там дальше все пойдет. Не совсем правильно, я бы сказала, что совсем неправильно. Потому что когда мы начинаем, идем в проект, начинаем настраивать систему, вот настройка прав, она происходит не только где-то в выделенном рабочем месте, и выделенные настройки, а настройки прав доступа, они содержатся в том числе в настройках видов документов. Поэтому, когда вы настроите, настраиваете все другие объекты, элементы системы, то нужно учитывать вашу концепцию ролевой модели, и уже сразу в настройках это закладывать. Иначе у вас получится, что это двойная работа. Ну и потом я уже не говорю о пересчете прав, о встраивании вот этой вашей системы, которую вы уже настроите, туда встроить ту ролевую модель, которую вы по ходу делали, придумаете. А еще хуже, если у вас несколько концепций в одной живет, если это крупная организация, есть много запросов на настройку ролевой модели, и это все нужно как-то в одну объединить, а система уже работает, и в ней уже есть документы, есть процессы, и это все, конечно, объединить сложно. Поэтому все-таки на старте проекта нужно понимать вашу ролевую модель, что вы используете, а что нет. Об этом мы сейчас как раз поговорим, какие есть уровни разделения прав, и как происходит настройка. Очень сильно, как я уже говорила, глобально отличается настройка прав в документ обороте, настройка ролевой модели, и в других системах, к которым мы привыкли, к которым мы привыкли, где настраивали уже технические специалисты, сталкивались с документ оборотом, не говоря, что это другой мир совершенно. Сначала посмотрим, как вообще у нас есть у нас система. Сейчас мы зашли уже, видите, рабочего стола у нас нет, это у нас уже под администратором. Мы зашли, чтобы функции все были доступны, и мы в полной мере могли посмотреть все возможности систем. Так, у нас есть с вами, в документ обороте тоже опять отступление. Основной у нас центральный объект, это документ, поэтому все, вообще все вокруг, крутится вокруг документа, не вокруг каких-то финансовых элементов, а именно вокруг документа. Поэтому смотрим мы все на примере документа. так, чтобы мое видео там сильно не мелькало, я, наверное, его пока остановлю, чтобы не забивать канал. Вот. В любом документе мы можем посмотреть, кому он, в общем-то, доступен. То есть у нас есть, мы открыли элемент системы, документ. Мы можем, во-первых, посмотреть, кто у нас участвовал в процессе, группа наша, у кого есть доступ к этому документу. И также мы можем посмотреть, допустим, мы там коллеге своему говорим, а глянь-ка, вот этот документ, надо понять, а как он его увидит, а какие у него есть права, есть ли у него вообще права на этот документ. Мы же не знаем, мы же не можем под ним зайти. Мы видим своими глазами. Мы всегда можем посмотреть в любом документе права доступа, кто у нас имеет доступ к этому документу и какой уровень доступа. То есть этот сотрудник может просто прочитать документ, добавить, изменить, либо удалить. Мы этой информацией уже будем владеть и можем понимать, какую задачу мы коллеги можем ставить. Не все знают эту кнопочку, даже которые опытные пользователи, бывают и технические специалисты, эту кнопочку почему-то не знают. Также мы можем здесь же посмотреть дескрипторы. Дескрипторы у нас уже техническому специалисту доступны. Что это такое? Глобальное отличие документа оборота в том, что здесь у нас права назначаются не на каждый объект, иначе объектов очень много, и система просто не справится эту всю махину проворачивать, назначать права. У нас есть дескрипторы. Это инструмент для назначения прав на группу объектов по какому-либо принципу. То есть если у нас имеется общий принцип, допустим, там гриф доступа для группы документов, у них одинаковое значение реквизита, грифа доступа, то дескриптор назначает права прямо сразу всей этой группе. И в документе мы видим все дескрипторы, которые применены к этому документу. Мы можем развернуть и посмотреть. То есть мы видим, какие права у нас здесь есть и каким объектам. То есть это некий такой сборный инструмент, который позволяет права назначать не на каждый элемент системы, а на группу элементов. Вот. Так, возвращаясь к своей презентации, я периодически буду уходить от презентации к программе, чтобы мы видели сразу и теорию, и сразу смотрели на практику. Какие у нас есть принципы назначения прав в нашей системе 1С документооборот? У нас для всех документов, мероприятий и проектов работает принцип автоматического назначения прав всем. Что такое принцип автоматического назначения прав? То есть если у нас есть, если у нас пользователь получает задачу по документу, либо участвует в процессе каким-то образом смежным с этим документом, либо у нас участвует в мероприятии, участвует в проекте, то, соответственно, он же не может выполнить свою задачу, не может свою функцию полноценно выполнить, если у него не будет прав на этот объект. И как-то раньше было в двойке, все начинают разбираться, а как же мне выполнить задачу, вот я не могу развернуть, посмотреть документы, и начинается терроризация технического отдела техподдержки, дайте доступ, никак не получается. Вот здесь эта проблема решена, то есть автоматически у нас назначается доступ к документу, если есть связанный процесс, либо участвует у нас сотрудник в мероприятии или проекте. При этом бывают такие ситуации, где документ, допустим, повышенный тайной коммерческой какой-то, и нам нельзя на этот вид документа, ну, слишком опасно, там риски большие, что кто-то увидит, кому не нужно видеть этот документ. Для этого на уровне вида документа мы можем запретить автоматическое назначение прав всем, и у нас эта функция работать не будет. То есть тут идет для вида документа, сейчас я эту настройку покажу. Например, вот у нас тут есть договор особый, где мы тут всякие примеры разбираем, вот у нас есть такая галочка запретить автоматическое решение доступа. И здесь мы на уровне вида документа можем запретить, такая возможность у нас есть. Так, возвращаемся в нашу презентацию. Как смотреть права доступа на объекты, я уже показала в карточке документа. Теперь мы посмотрим вообще, в принципе, где у нас назначаются права. Здесь у нас сразу с настройки прав, я бы здесь показала. Начнем у нас с настройки, настройки программ. То есть с чего вообще у нас все начинается? У нас есть система, которую нам нужно внедрить, и первонаперво нам нужно общие настройки установить, вообще будем ли мы ограничивать права, что мы будем вообще в принципе использовать для ограничения прав. То есть у документа оборота третьего есть несколько уровней назначения прав. И нужно понять, что будем, а что не будем использовать. Вот что у нас ставится изначально. Первое, это вообще в принципе ограничение прав доступа. То есть если у вас в системе работает два человека, и они видят вообще все, должны видеть, то смысла ограничивать права и использовать эту функцию вообще в принципе нет. это упростит работу пользователей и не нужно будет делать лишние настройки. Поэтому эту галочку мы сразу используем, понимаем, нужна ли она нам. Как только мы включаем галку ограничивать права доступа, то у нас наша функциональность по ограничению прав доступа включается. Также мы здесь включаем отложенное обновление прав, для чего эта функция служит. Назначение прав на объекты системы это достаточно такой сложный для системы процесс. То есть если у нас есть папки документов, там под папки, есть там связанные документы, различные элементы системы, которые идут с почечкой друг за другом, и руководители права назначения. То есть это такой долгий процесс. И чтобы у нас система не тормозила, работа пользователей не блокировалась, у нас есть отложенное обновление прав. То есть права у нас обновляются порциями, и мы задаем здесь настройку размера порции при обработке этой очереди. Обычно оценивается это тоже при внедрении системы, какой настройку нам нужно ставить, исходя из ресурсов заказчика, которым мы внедряем потребности, и какой вообще в принципе предполагается объем документов. Далее настройка добавляет руководителям доступ подчиненных. Мы тоже к ней там дальше вернемся, я чуть подробнее о ней расскажу. Использование локальных администраторов, ограничивать доступ через веб-серверы, протоколировать работу пользователей и срок хранения протоколов. Также настройка входа пользователей и восстановление пароля. То есть эти настройки мы задаем сразу для системы. Это у нас общие настройки системы. Помимо всех остальных, то есть у нас тут целое несколько разделов, которые мы заполняем при начальной настройке системы. Далее мы уже можем переходить к нашим более тонким настройкам прав. И их у нас получается, вот то, что мы включили с вами, то мы можем использовать. То есть если мы не используем локальных администраторов, то вот тут в разделе права доступа у нас их и не будет. Мы, собственно, их и не сможем настроить. Рассмотрим теперь подряд, по порядку, как у нас какие уровни настройки прав доступа есть. Как я уже говорила, у нас настройка прав производится несколькими уровнями. Первое, это у нас полномочия. Полномочия это базовый уровень, когда мы изначально даем, ну, как это, где-то видела я, как в примере, что вот такой большой пирог мы даем, ту часть, которая у нас есть в распоряжении у нашего пользователя. У нас есть преднастроенные полномочия. Что такое полномочия? Полномочия это наборка ролей. Если мы раскроем вот эти все полномочия, но не считая нашего верхнего, это уже я тут экспериментировала, настраивала, посмотрим наши стандартные полномочия, они не складываются из уже сложившейся практики документа оборота, и они такие достаточно стандартные. То есть, если мы откроем сейчас полномочия дел производителя, мы увидим наборку ролей. Эти роли, они заложены у нас в конфигураторе, и мы, ну, тут они собраны в такой единый комплекс ролей, которые доступны у нас делопроизводителя. То есть, если мы посмотрим, какие у нас еще есть, чтобы у нас развернулись там, где галочек у нас нет, то мы видим, что тут очень такой большой перечень. Вот, так мы видим только наши роли. Если мы понимаем, что нашим, конкретно нашим в компании делопроизводителю, эти роли, это набор королей не совсем подходит, что нужно что-то убрать или добавить, то можно сделать своего делопроизводителя, то есть, скопировать, допустим, делопроизводителя, там, компании, F, и добавить там чего-нибудь. ну, конечно, исходя из своей ролевой модели. Записываем, закрываем, и у нас появляется вот такая наша, такое наше полномочие, которое мы можем назначать уже нашим пользователям и его использовать. Вот, зачастую мы анализируем все полномочия, которые есть, и создаем новую наборку полномочий, конкретно под нашу организацию, чтобы ее использовать. Также мы можем, чтобы нам видно было здесь в этой общей массе сделать нашу папочку и туда перетащить. То есть, вот здесь у нас будут наши все полномочия. Так, изначально мы пользователя наделяем этими полномочиями и далее от этого кусочка пирога мы уже можем что-то отрезать. Допустим, если у нас используется разделение по организациям, то мы делаем настройку разделить по организациям или по подразделениям, там у нас сотрудник видит внутри подразделения и это будет урезать именно вот эти полномочия, которые у нас здесь установлены. То есть, это такая база, которая у нас есть, при этом мы можем не использовать. То есть, пользоваться другими инструментами, не используя полномочия. Вот считается, что это такой базовый первоначальная настройка. Так, возвращаемся к нашей презентации. Дальше у нас есть грифы доступа, у нас есть группа доступа контрагентов, у нас есть группа доступа физических лиц. Это как раз то, что у нас урезает наши права назначенные полномочиями. То есть, если у нас есть группа доступа гриф секретно, то этот гриф увидит в рамках своих полномочий пользователь и еще при этом урезан с помощью грифа доступа. С грифами в бумажном документообороте я думаю, что большинство коллег работали, а тут уже методологию мы не разбираем. Так, идем дальше. Так, управление расчетом прав. Где у нас происходит и где мы вообще видим, как у нас происходит управление расчетом прав пользователей. У нас есть раздел, где мы управляем нашим процессом расчет прав. Делает это обычно администратор. И что мы здесь можем видеть, зачем вообще оно нам надо. Здесь мы можем видеть отчеты по нашим очередям обновления прав. То есть у нас есть долгая и оперативная очередь. Они друг другу не мешают. То есть долгая очередь это массивный процесс, который может заниматься 10 секунд до долгого периода встречалась с массивной системой, где у нас до полудня, полусуток обновлялась очередь. Поэтому разделили. Есть оперативное обновление прав, которое происходит быстро. Это разные регламентные задания это отрабатывают и они вдруг совершенно не мешают. То есть система построена так, чтобы минимизировать нагрузку и дать пользователю работать во время того, как права у нас обновляются. Дальше состав очереди. В текущий момент у нас тут обновления прав нет. Но если у нас в очереди стоят обновления, то здесь мы их увидим. дескрипторы доступа, которые у нас в системе. Как мы говорили, дескриптор он позволяет назначать не на конкретный объект системы, а на группу элементов системы по определенному признаку, по определенному реквизиту. и у нас есть настроечки, которые у нас также делает администратор, мы их с вами уже просматриваем. Возвращаемся к презентации. Некоторые вопросы по презентации я там по ходу дела разбираю уже, поэтому я буду их пролистывать, потому что я уже на системе показала. Вперед есть у нас некоторые советы для эффективной работы системы именно в части настройки прав доступа. У вас, как мы уже говорили, что сразу ролевую модель, концепцию ролевой модели нужно понимать и описывать при внедрении системы, потому что далее это уже будет сложнее. Должно быть полное четкое понимание, единое понимание, как у нас работает полномочия и они должны быть четко ограничены и описаны, потому что обычно как происходит, кто-то внедрил систему, есть понимание концепции, потом приходят новые сотрудники и им из рук в руки что-то передают, что-то объясняют, преломляют, кто-то что-то донастроил и через буквально полгода после внедрения начинается полная каша, поэтому заниматься должен этим, кто-то один ответственный человек, он должен полностью владеть всей информацией, как у вас определены полномочия, как они назначаются, по какому принципу, и как они в принципе настроены были, все описание должно быть. Идти лучше не от того, что дать всем все права, а потом отрезать, а лучше выдавать права, то есть пользователь новый приходит, ему дается какое-то определенное для его должности подразделение рабочей группы назначаются, то есть объем доступа назначается и уже дальше по необходимости до назначаются права, наделяются сотрудник правами. Таким образом у вас сотрудник не получит какие-то лишние права. И необходимо обязательно руководить аудит безопасности информационный баз примерно раз в месяц. мы рекомендуем это делать, потому что бывает где-то что-то настройку не ту поставили, где-то одна настройка на другую наложила, использователь не смог вовремя сделать свою задачу, нужно все очень срочно и начинается тушение пожаров, нажали кнопку все заработало и при этом включили еще дополнительные функции, которые потом забыли выключить. Это бывает часто, поэтому нужно обязательно аудит систему проводить. Полномочия показала все и как они настраиваются. Важный момент, хочу уточнить, что у нас есть набор ролей внутри полномочий некоторые особенности. Когда мы планируем, что у нас полномочия будет самостоятельно использоваться, там есть роли, без которых пользователь работать не сможет. То есть в каких-то полномочиях обязательно это нужно включить, чтобы он в принципе мог работать. Это базовые права БСП и интернет-поддержки МБСП Корп. То есть нужно просто помнить, что есть необходимые вот эти роли, которые совершенно точно нужно где-то в каком-то полномочии пользователя, чтобы были включены. И также есть у нас роли которые у нас с полными правами, они больше ничем не ограничены, то есть сколько мы потом не урезали чем-то, они у нас все равно дают право доступа. То есть если бывает такое, что настроили, пользователь вроде бы не должен видеть документ, но почему-то он его все равно видит. Тоже начинается расследование, где же у нас причина того, что пользователь все-таки документ видит, вроде все настройки правильные. А вот внутри полномочий где-то при настройке наборки ролей поставили галочку, поставили именно неограниченные права. Поэтому с ними нужно аккуратно, лучше их назначать только администратору. тоже это учитывать. Как мы можем выдавать полномочий? Полномочий можно пользователей полномочия добавлять. Делали вот у нас полномочия, мы можем выдавать наш полномочий посмотрим. Кому выданы и сюда добавлять людей. причем мы можем и на сотрудников конкретных и на группы пользователей добавлять. и мы также можем через наших сотрудников добавлять полномочия. То есть есть у нас карточка нашего сотрудника и мы можем здесь отмечать его полномочия. Итак, и так. Вот это я как пример показала. Идем дальше. с неограниченными правами рассказала. Так, автоматическое назначение прав при работе с документами, при работе с процессами, с мероприятиями. Мы здесь проектами я тоже постаралась раскрыть темально подробно и напоминаю, что можно автоматическое назначение запретить прав, если у нас есть какой-то важный вид документа, где нам нужно не использовать автоматическое назначение прав. Также у нас есть инструмент, который позволяет прямо внутри документа отредактировать нашу рабочую группу. Когда это бывает? Бывает, что на весь вид документа у нас ролевая модель работает корректно, есть общая концепция доступа к документу, ну, к виду документа, допустим, протоколом, или к приказу, вот у нас есть рабочая группа, которая по настройкам прав доступа должна получить доступ. Появился какой-то конкретный один сотрудник, который должен попасть в эту рабочую группу, и для конкретного решения задачи ему нужно определенный уровень на чтение либо на изменение. Мы можем добавить его в рабочую группу документа конкретно точечно, то есть это важно, когда у нас точечно конкретный документ, нам нужно кого-то добавить. Мы можем добавить, либо удалить и дать право на изменение. Объекты системы. Какая функция у нас тоже есть, присутствует. Идем дальше. Так, про это я сказала. Также само создание документов, возможность создания документов, ну, важно, не все пользователи могут, допустим, создавать приказы, не все пользователи могут создавать доверенности, какой-то ограниченный круг лиц пользователей в соответствии со своими должностными обязанностями. Вот тут как раз очень важно понимать, что такие настройки, они делаются вместе с настройками видов документов. И вроде бы это ролевая модель, но настраивается она внутри вида документа. Поэтому если вы отложили настройку ролевой модели, решили сразу на нее особого внимания не выделять, то вам придется потом эту двойную работу тоже выполнять, делать. вот то есть как у нас работает. Сейчас я под админским доступом допустим создаю документ и у меня вот они выпадают все, что я могу создать в системе. Если у нас пользователь работает с 5-6 видами документов, а ему выпадает вот такая огромная простыня, я видела, когда и по 80 видов документов в организации используется, если все это выдать пользователю, тем более рядовому, который не особо понимает в системе, то у него будет просто шок. Он там будет искать, что же ему нужно, если еще особенно похожее название, он что-то не то вам точно создаст. Поэтому при настройке вида документа мы настраиваем доступность к созданию, то есть кому разрешено данный вид документа в принципе создавать. Вот на текущем виде договора особый мы видим, что все сотрудники, то есть мы можем сюда добавить конкретных пользователей, либо мы можем добавить рабочую группу какую-либо. По рабочей группе мы там дальше еще посмотрим, что это такое, но суть в том, что это объединение группы, не на каждого пользователя, а группа сотрудников, да, мы кого-то включаем, можем исключить, и права у нас назначаются именно на эту рабочую группу. Это значительно упрощает всем жизнь, особенно когда много пользователей, много сотрудников. Вот. Так. Дальше возвращаемся к презентации. Посмотрим. также у нас на тематике тут же в виде документа, ну то есть мы посмотрели по видам документов, там же у нас и на тематике создается. Так, вижу вопросик, ну ладно, Наталья, мы ваш вопрос разберем. Обязательно дальше. Так. Документы выбраны на тематике. Как у нас вообще происходит, если у нас при создании, мы если отметили, при создании у нас просто не будет здесь выпадать, если мы не дали разрешение на создание документа, он у нас просто здесь не будет попадать все. И мы будем видеть только доступные к созданию документа. Дальше. Права по грифам доступа. Что такое у нас гриф доступа? Это реквизит документа, который у нас определяет доступность этого документа к пользователям, которые опять же имеют доступ к грифу. Грифы используются не всегда, то есть мы их можем использовать, можем не использовать, зачастую их не используют. То есть если вы допустим только договоры или стандартные какие-то виды документов без особой секретности используете, то гриф доступа не используется, либо используется там 1-2 секретный и общий гриф доступа. Можно также добавлять либо через сам гриф, либо через карточку сотрудников. гриф доступа настраивать. Сейчас мы посмотрим, где они у нас находятся. Вот они у нас в примере в нашей тестовой учебной базе. То есть вот у нас два грифа доступа. Коммерческая тайна и общий. Здесь мы видим, кто у нас из пользователей имеет право на доступ к коммерческой тайне грифу доступа. здесь у нас все остальные сотрудники, которые имеют доступ к общему грифу. Чем проще ваша ролевая модель, чем меньше вы в ней используете, тем будет проще ее потом эксплуатировать. Поэтому, как обычно, начинают внедрять, когда большой технический отдел, когда большая команда, они говорят, давайте использовать все, и это, и это, и это. Вот, чем меньше вы используете в ролевой модели, тем проще будет вам потом пользоваться. Поэтому, лучше повычеркивать все лишнее, без чего вы можете жить. И оставить только то, что действительно вам нужно, что действительно необходимо. Я сторонница всегда такого минимализма. Также у нас есть обработка для группового изменения доступа, то есть бывает такое, что нам необходимо сразу кучкой изменить доступ, настройки доступа к документам. Это у нас есть такая дополнительная обработка. вот так. Где-то она у нас русская данная. Обработки. Вот. Здесь мы добавляем элементы, которые нам нужно изменить, и изменение списка доступа. То есть, что мы делаем? Добавить доступ, удалить доступ и никому. И мы можем такой обработкой сразу доступ наш скорректировать. Но, честно говоря, я не особо пользуюсь этой обработкой. Это не очень приходилось, но говорят, вещь нужная. дальше рабочая группа. Мы о них уже упоминали. Возвращаясь более к ним подробно, что такое рабочая группа. Когда у нас приходит и вольняется сотрудник, либо его перемещается внутри организации, то бывает очень неудобно сесть и каждому сотруднику назначить права, полномочия, потом какие-то грифы и все это вместе надо продумать, что же им назначать, что не назначать. Гораздо удобнее взять и собрать, допустим, у вас есть менеджеры по продажам. И вот для всех менеджеров по продажам в принципе настройки прав доступа они одинаковые. Но один менеджер по продажам может быть допустим еще каким-нибудь маркетологом, а другой может и не быть. Как же решить этот вопрос? А права нужно как-то комбинировать. вот в документ обороте разработана такая вещь как рабочая группа. То есть пользователи у нас объединяются в рабочие группы и права назначаются у нас на рабочие группы. Посмотрим допустим на дело производителя. Пользователи у нас включаются в рабочие группы, полномочия у нас назначаются для рабочей группы, а не для конкретного пользователя, то есть делается наборка. И одному пользователю можно назначить, включить его в несколько рабочих групп, в которых он выполняет свои обязанности в соответствии с настройками. Причем есть допустим посмотрим на руководителях подразделений. Здесь у нас большой достаточный список и у нас происходит автозаполнение рабочей группы по определенному алгоритму. То есть все руководители подразделений у нас попадают в эту рабочую группу автоматически. Тут у нас есть кусочек кода прямо в пользовательском режиме, который позволяет помещать в эту рабочую группу по определенному алгоритму наших пользователей. То есть мы можем сделать по определенному алгоритму, когда у нас назначается в определенное подразделение сотрудник с определенной должностью, он попадает в определенную рабочую группу. И вам даже не нужно будет ручками вносить эту рабочую группу пользователей в эту рабочую группу. вот это очень удобный инструмент то есть если вы автоматом настроили вам нужно просто создать пользователя назначить им подразделение назначить должность он автоматом поймет пойдет у вас все рабочие группы которые ему нужны ну либо частенько как бывает не настроено автоматическое назначение уже сформировался некий бардак кто-то 10 компаний там где-то поддерживали передавали друг другу из рук в руки систему после после внедрения если не аккуратно системы вели то потом уже начинают так давайте сделаем по примеру кого-нибудь кто у нас на такой же должности давайте посмотрим какие рабочие группы и да напишем вот мы когда делаем проекты мы всегда все такие вещи обязательно комментируем обязательно у нас есть вся история кто у нас какие рабочие группы попадает и для чего какие права у сотрудников при этом есть вот если вы не важно где вы идете в проект с кем обратите на это обязательно внимание чтобы ваша ролевая модель была описана так рабочие группы мы рассмотрели вижу я сейчас вопрос параллельно отвечу у нас есть в чате отличие рабочих групп от ролей есть такой инструмент как роли исполнителей он у нас используется не для назначения прав а используется для задач для маршрутизации задач то есть когда у нас в процессах есть задача и нужно ее назначить не конкретному пользователю допустим может посмотреть любой из бухгалтеров у нас 5 бухгалтеров вот мы назначаем на роль задач падает всем 5 сотрудникам пользователям и кто первый ее выполнил тот молодец остальных она снимается это ролик рабочие группы это другой инструмент и для других целей вот на роли мы можем потом рассмотреть следующий вебинар надеюсь что ответим так дальше возвращаемся к нашему вебинару нашим наш презентации и идем попробуем все-таки по плану так использование рабочих групп пометка недействительно мы можем поставить в рабочей группе пометочку что она недействительно что у нас в этом случае произойдет права у нас никуда не денутся просто мы не сможем добавлять пользователей на эти рабочие группы в эту рабочую группу и потом мы можем все таки решим что она действительно мы ее можем активировать и все правда заполняемая сказала алгоритм сказала права про объектом спицы рабочих групп в пользователях тоже показала как у нас посмотреть для пользователя наши все права у нас есть такой инструмент то есть у нас бывает что нужно посмотреть полностью все сразу не какой-то конкретный какой-то конкретно настройку прав вот мы говорили что у нас есть рабочая группа вот сейчас еще раз кстати глянем нас есть карточка пользователя и здесь назначены рабочие группы здесь полномочия теоретически мы идут галочку можем поставить но нежелательно если мы все-таки идем через рабочие группы то убирая рабочую группу у нас и берется наши назначенные полномочия допустим руководитель подразделений сейчас храним у нас все равно сохранилось ну в общем здесь мы добавляем рабочую группу не незапланированно хотела показать фокус не удался бывает такие с тестовыми базами вещи то есть мы назначаем полномочия и у нас назначает соответственно мы назначаем рабочую группу у нас назначается полномочия соответствующие и мы можем посмотреть полностью все настройки прав доступа вот это очень важная тоже ссылка которую смотрят не все мы видим полностью весь отчет он нашим назначенным правам и что у нас дает конкретно эти права откуда у нас берется чтение откуда у нас берется изменения то есть это роль заложенная у нас на уровне полномочий когда мы делали наборку ролей вот у нас кстати был вопрос я как раз хотела подойти логически при когда мы в полномочия роли назначаем делаем наборку ролей там нас есть роли которые включают изменения которые чтение включают то есть от того какую наборку ролей вы там сделаете зависит и конечный результат то есть что сможет какие действия сможет делать по этим документ по этим разрезам наш пользователь при назначении полномочий также мы еще пройден инструмент поговорим где тоже назначается действие у нас может делать пользователь так здесь мы посмотрели карточку и как у нас выглядят права в карточке идем дальше по нашей презентации как мы уже говорили у нас есть такой большой пирог полномочиям его мы могли порезать там грифами доступами доступа если мы раскраничиваем по организациям подразделениям но бывает такое что вот этот вот пирог мы разрезали нарезаны кусочки и вдруг нам нужно кому-то выдать какие-то сверх права бывает ну такое либо контрольную какую-то функцию по какому-то конкретному разрезу допустим на у нас есть служба безопасности которая должна читать все там доверенности сотрудник службы безопасности которые читают все доверенности по всем организациям а может быть какой-нибудь делопроизводитель который день должен работать с конкретным видом документов по конкретным организациям вот по трем юрлицам должен нашим работать по трем организациям а по остальным нет ему нужно получается не отрезать от этого кусочка пирога а дать сверху права вот инструмент для этого это назначение локального администратора локальные администраторы это такой инструмент очень опасный если вы там лишнего подозначаете то все остальное что вы запретили сотрудникам но вас разрешится вот поэтому с ним нужно работать очень аккуратно и осознанно а есть мы можем назначать на разные приметы доступа на мероприятия на мероприятия у нас вот текущей нашей настроенной системе дэм базе есть на документы настройки моно их примере посмотрим то есть вот у нас есть зеленец уровень доступа то есть что она может делать редактировать она может у нас частности мы можем поставить чтение или редактирование этих документов и указать каким конкретно разрезом доступа то есть по видам такого документов организациям по грифам какие грифы доступны ну то есть достаточно тонко настроить какие менты и на какое действие могут быть доступны данному конкретному пользователю вот но обычно это служба безопасности это какой-нибудь особый делопроизводитель причем рабочим группам мы тоже можем назначить то есть мы можем назначить эти права на рабочую группу вот так это мы с вами проговорили локальные администраторы важный инструмент и нужно очень внимательно к ним относиться также важный инструмент который чаще всего все таки используется если у вас стандартные бизнес процессы это назначение прав расширение прав доступа по руководителям включается она в настройках системы мы с вами уже это смотрели где у нас включается включается вот добавляет все руководителям доступ подчиненных то есть я как руководитель получаю полный такой же доступ как моих подчиненных бывает такое что эта функция не нужна например если сотрудники линейные работают с какими-то определенными документами секретными коммерческой важности а руководитель административный к этим документам доступ иметь не должен такое бывает и нужно четко понимать это на этапе обследования выявить чтобы случайно не установить такую галочку и все не напортить про обновление прав обновление прав у нас в автоматическом режиме если у нас не установлено отложенное обновление прав то будет сразу и выполняться как только мы их установили если у нас отложенное обновление прав то соответственно по этим настройкам которые мы установили будет оно происходить не мешая работе пользователей мы с вами уже говорим обновление прав чуть выше обращал на это ваше внимание про очередь обновления прав тоже рассказываю и отслеживаем мы эту очередь через управление расчетом прав тоже мы с вами посмотрели также мы можем посмотреть права доступа ко всем элементам системы ко всем данным информационной базы через права доступа в меню еще карточек объектов мы с вами это посмотрели в самом начале то есть когда нам нужно понять наш коллега имеет доступ или нет мы можем в карточке нажать кнопочку еще и посмотреть а что наш коллега может с этим документом сделать он вообще его увидит или нет так про ограниченные права я тоже говорила их важно понимать и внимательно к ним относиться иначе мы настроим неограниченные права потом будем думать для чего мы это сделали так про дескриптор я вам тоже еще в начале рассказала расскажу про очистку устаревших прав доступа она у нас выполняется рекламным заданием удаление устаревших данных и по определенным правилам работает то есть мы помним что у нас есть дескрипторы доступа они у нас упрощают работу нашей работы обновление наших прав то есть когда у нас назначается не каждому объекту системы а группе по определенному критерию вот которые дескрипторы уже устарели они не используются ни одним объектом системы они удаляются автоматически также бывает что у нас есть дескриптор а объекты по нему уже помечены на удаление вот такие дескрипторы они тоже помечаются на удаление но они живут в системе то есть если вдруг элементы снимаются с пометки на удаление то дескриптор у нас тоже оживает и начинает работать дальше он совсем у нас полностью никуда не исчезает вот по самой настройке прав мы в общем-то вопросы проговорили и дополнительно еще скажу что у нас есть удобные системы установления паролей это не совсем настройка прав но тоже настройка доступа так скажем и возможности пользователя к настройке системы работает с этим администратором у нас также есть у нас три способа в системе восстановления паролей это стандартный сервис отправки настройки по почте Для отправки используются наши настройки почты, которые у нас хранятся в программе. И когда у нас используется указанный почтовый сервер. На этих настройках я сильно останавливаться не буду. Вернусь к нашему плану вебинара. Еще раз посмотрим, что мы сегодня рассмотрели. И посмотрю в наш тяп. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их сейчас напишите. Мы разберем на то, что у нас шло по мере вебинара. Я старалась сразу отвечать. Пока у нас минутка есть, если вопрос напишите, напишите. Еще раз скажу, что у нас будет рассылка материалов по результату проведения вебинара. Сейчас я включу свое изображение уже после вебинара. Такое рабочее состояние. Материалы по результатам вебинара будут направлены на почту нашим участникам. Также каждый участник, я напоминаю, может получить персональную встречу, консультацию по вопросу. И разбор конкретно его вопросов на данной конкретной встрече. Вот вы, пожалуйста, обращайтесь. Наш номер телефона указан наверху. Также почта указана. Можете обращаться. И указывайте, что вы были участником данного вебинара. Также следите за нашими дальнейшими рассылками. У нас планируется вебинар по настройке вида документа. Так, вижу, вот у нас еще раз возник вопрос по настройкам, чем отличается рабочая группа от роли. Проговариваю сегодня. Давайте, знаете, как сделаем. У нас есть этот вопрос, и я письменно на него еще раз в рассылке отвечу, чтобы уже было прямо перед глазами. Со ссылкой, может быть, на сайт ИТС, где будет прям все понятно, доступно, описано и подробно. Вот. Также вижу у нас вопрос. В третьей версии права доступа в три раза проще, чем документооборот 2.1. Ну, для меня, в общем-то, и тот, и тот простой. Я здесь с тем и с тем работаю, но вообще логично, третья версия, она более простая, более юзабильная такая, так как там убрали разрезы доступа, вот, и оставили только локальных администраторов и автоматическое назначение прав. Для меня проще. Так, вопросиков я больше не вижу. Презентацию мы направим. Контакты наши все есть. Так что ждем ваших вопросов. Будем рады вам помочь. Сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо вам за активное участие. Коллеги, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok